Осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на получение пособия по простую. За январь служба госдоходов особенно ждет заявок от представителей сферы красоты, которые ранее не очень активно использовали эту возможность. А ведь им полагается помощь до 1000 евро. Как ее получить и какое будущее ждет отрасль, узнавала Виктория Пушкила. Пособия по простой могут получить как работники салонов красоты, так и самозанятые лица и те, кто платил патентную плату. Главное условие — оказание своих услуг в сентябре, ноябре или декабре прошлого года. Минимальная сумма пособия — 500 евро, максимальная — 1000. Подать заявление можно электронно через сайт eds.gov.lv. Но главное успеть до 15 февраля включительно. То есть последний срок — следующий понедельник. Иначе пособия за январь не видать. Требования предусматривают, что подав заявление, нужно обязательно быть регистрированным в инспекции здравоохранения. Если кто-то это еще не сделал, это нужно обязательно подать. И после регистрации в инспекции будет выплачено пособие. Были тоже вопросы, что если они регистрируются, например, сегодня, а эту деятельность начали в прошлом году, не будет ли это нарушением? Нет. Нужно просто подать это позанивающе. В СГД говорят, что средний размер пособия по-простою для представителей сферы красоты — 505 евро. Прокормить семью на такие деньги сложно. И мастера красоты просят разрешить им работать. Созданием плана, когда и при каких условиях это можно сделать, сейчас работают Минэкономики и Минздрав. В дискуссиях участвуют и представители отрасли. Каждый из сторон смотрит на эту проблему по-своему. Министерство здравоохранения смотрит на безопасность. Мы хотим помочь отрасли. Поэтому мы и работаем вместе. Найти компромисс. Не ухудшать эпидемиологическую ситуацию. И долгое время не держать отрасль в замороженном состоянии. Мы говорим с ее представителями, чтобы принять меры, которые можно реализовать на практике. Какими будут конкретные решения и когда с ними ознакомят правительство, в Минэкономике пока не говорят. Дискуссия еще не закончена. Но публично прозвучавшие варианты, например, разрешить проводить только гигиенические процедуры или существенно увеличить количество квадратных метров на одного клиента, представители сферы красоты не устраивают. В очередной раз принять какие-то условия, которые невозможно ни проконтролировать, ни сформулировать, бесполезно будет так же, как и с покупками. Носки купить можно, а трусы нет. Здесь то же самое. Вот кто объяснит, что такое процедура гигиены, а что ей не является. Ранее в правительстве говорили, что открыть салоны красоты можно будет тогда, когда 14-дневная кумулятивная заболеваемость COVID-19 снизится до 20 случаев на 100 тысяч населения. Представители сферы красоты опасаются, что это произойдет не раньше мая.